МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами социально-правовой телеканал «Право ТВ» и я Сулейман Шибзухов. Сегодня у нас передача «Правосудие по закону». Мы сегодня находимся в московском городском суде. Сегодня было назначено слушание дела Анастасии Чекушкиной и Миланы Мунаевой, про которых мы вам рассказывали, как отобрали этих детей у семи Камбаровых. Сегодня суд был назначен на 14 часов 10 минут, но сегодня суд отложили на 26 октября. Мы приехали на суд, и рядом со мной находится представитель по доверенности Руслан Трофимов. Вот находится Маша Камбарова и Марина Камбарова, бабушка и мать приемных родителей. Очень много мы передач делаем, но все равно достучаться до власти мы не можем. Достучаться до тех, которые решили ихнюю судьбу. Правда, нас приглашали на первый канал, в ток-шоу. Мы не согласились, потому что там депутатов приглашают, которые хотят принимать закон о том, чтобы при каждом реагировании соседей, там других людей при каждом конфликте отбирать детей у семьи. В течение 24 часов. В течение 24 часов. Против этого возражают другие. Клише, например, закон Мизулина принимает депутат. Я, конечно, их не отправил на передачу и не собираюсь отправлять, потому что против монстров, волков, депутатов будет беззащитный вот эти женщины, у которых отобрали детей, потому что они никогда не скажут, что они закон неправильный принимают, что детей забирают. Я хочу сказать, что получилось, почему этот закон проталкивается и как проталкивается на практике. На практике это проталкивается так. По Москве в этом году забрали более тысячи детей у приемных родителей. Это ради того, чтобы узаконить то, что приемные семьи не справляются, и поэтому нужно забирать. Почему забирают, я вам тоже объясню. Потому что в детских домах мало людей уже, потому что была пандемия, людей не брали, всеми крепчать начали. И получилось так. Детские дома и органы УСЗН и опеки не получают того дохода, которого они получали. Они не могут своровать бюджетные деньги. И это главная причина в этом. Почему, когда Анастасия Чекушкина должна была уже получить право на получение квартиры по постановлению мэра Собянина, и вдруг 14 лет не исполнилось, и 13,5 ее забирают. Вот такая ситуация сейчас происходит. Почему наши дети вот так оказываются в детских домах. Что насчет этого ты как юрист скажешь? Ну, я бы сказал, что органы опеки, подвечительства активно встревают в институт семьи, пытаются навязать свою волю. Родителям в том числе, что вот на вас пожаловалась больница, или пожаловались врачи, или сад, или школа, то мы должны прийти, встрять в семью, проверить и сделать свое мнение. А мнение, как правило, оно субъективное в большинстве случаев, не имеющее под собой действительно основы, при котором бы действительно можно было защитить ребенка от нерадивых родителей. Ну и в данном случае, который мы разбираем с точки зрения подопечных детей, то тут вообще, на мой взгляд, издевательство над самими детьми. То есть, когда ребенок находится в статусе сиротства, он приобретает какую-то семью, которая желает свою жизнь, свое время отдать на воспитание этого человека, этого ребенка, и вдруг по каким-то своим необоснованным, так скажем, обоснованиям органы опеки принимают решение, что все, эта семья теперь недостойно воспитывает сироту. Причем их доводы и мысли по поведению, допустим, опекуна в отношении подопечного, они разнятся с теми фактами, которые существуют у самого. Опекуна, конечно, они пытаются не услышать то, что говорит опекун, или когда просят помочь, реально помочь. В данном случае мы тоже до этого момента, до момента разбирательства в суде, просили органы опеки, когда еще дети находились в семье, местные органы опеки, чтобы защитили Настю от неприязни со стороны соседей, со стороны школы, со стороны других организаций, людей, которые якобы по каким-то своим соображениям пытались предъявить претензии, что Мария Юрьевна просто не исполняет своих каких-то обязанностей, хотя ни одного доказательства в первой инстанции, в Преображенском районе суде, органы опеки и УСЗН не доказали. Ни одного просто. Ну вот, пока дело в Мосгорсуде отложили до 26 числа, а там посмотрим, будем биться за то, чтобы Мария Юрьевна и ее всю семью восстановили в правах на продолжение воспитания Насти и Миланы. Что хочу сказать. Вот сейчас, прежде чем выступили Марина Владимировна и Мария Юрьевна, задаю вопрос органам опеки, задаю, когда сказали, что нужно пригласить на ток-шоу, я сказал, пригласить органы опеки и спросить у них, почему в течение 13 лет и 5 лет Милана и Анастасия выступали перед всем восточным округом, перед Москвой. Песня. 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 очень ответственную песню, гражданскую песню из кинофильма «Офицеры». Весь зал аплодировал минут пять и даже больше. И у многих родителей были слезы на глазах. И поселила в сердцах живых этот вечный огонь. Нам завещанные дни мы в груди храним. Погляди на моих войток, целый свет умер их в лицо. Вот застыл батальон в строю, Снова старых путей узнают. По темным двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки Поднимался как один. Те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, Где при памятен был свой герой. И в глазах молодых солдат С фотографией увядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солдат не обмануть, Ни с пути свернуть. Именно аппарату полномоченного телеканала обращения Именно к Скоробогатовой послали. Скоробогатова сама решила, Сама давала дипломы, Сама детей забрала. Скоробогатовой именно шесть таких благодарностей. Почему Скоробогатова то решает вопросы о том, Чтобы поощрить детей, Используя детей, я честно скажу, И семью, Чтобы они выступали и показывали, А потом вдруг решает. Я бы хотел еще узнать тех полицейских, Которые приходили ночью И как преступников забирали, Кто им позволил, Какое отделение, Преображенское отделение? Это Новокосино. Новокосино отделение. Вот я хотел спросить Начальника вот этого ОВД Новокосино, Кто позволил ночью К детям заявляться С автоматами и детей забирать? Мы поднимем вопрос, Чтобы это проверяли Руслан Генеральной прокуратуры. Кто именно забирал эту ночью? Это преступление. Я хочу уточнить, Сколько лет детишки у вас воспитывались? 12,5. Насте 13 лет? 12,5. А в 13 я уже 14 почти была. Это столько лет они находились в семье, И вдруг их забрали. Ну и Милана с рождения тоже 4 года. Забрались с такой бомбой, Как будто они там разбойники, Пьяницы там или еще чего-то. Но это точно, точно преступная деятельность. Не просто их судить, этих людей, А показательно судить. Надо поставить такую задачу И перестать оправдываться. Что за глупости такие? Это просто загнали интеллигентных людей в тупик, Как мышеловку. Они своих даже не понимают сейчас, Они пытаются защититься. Чего защищаться? Надо этих людей привлечь. Судить показательно, что. Сделаем конференцию. Туда же пригласим специалистов От этих вопросов. Как Хасай Алиев сказал, Они совершили похищение детей. С помощью полиции, С помощью органов опеки. Это похищение детей. Право самой Насты на частную жизнь. Да, конечно, нарушили. Конечно, детей забирали. Поэтому этот вопрос нужно поднимать. Генеральная прокуратура обращаться, Как похищение детей. Руслан, вот этот документ мы подготовим, И будем обращаться. Я хочу обратиться Московский городской суд, Чтобы они Более серьезно отнеслись К этому делу И Помогли вернуть Детей. Мы знаем, что Настя находится в детском доме, Но не знаем, где находится Милана. Она связывается с вами По Телефону. Что у нее? Какие условия сейчас? Вы можете рассказать? Ну, конечно, она всегда Говорит, что хочет домой. У нее Воспалился глаз Летом еще Четыре месяца назад. В начале лета. И до сих пор ее не лечат. Ничего там можно было За две недели вылечить. А теперь нужна Либо операция, Либо длительное лечение. Потом Ребенок Столько лет занимался спортом. Ни в коем случае Не ля резко бросать. Она сам не занимается Ничем. Что вы хотите Суду сказать? Кому вы хотите Обратиться сейчас? Уважаемые судьи, Мы очень Просим вас Повнимательнее Отнестись К тем документам, Которые Предоставила ОПЕКа, Потому что Они не соответствуют Действительности. Настя постоянно Звонит Мне, Дедушке И своим Тетям. И просит И говорит, Что ей Очень хочется Первым делом Поехать Вместе с дедушкой В деревню, Где она много лет Отдыхала Попродить по лесу Поехать на родник Велосипед На велосипедах Всем нашей большой Семьей Посидеть у костра Попечь Картошку Она об этом говорит Каждый Свой звонок Уважаемый суд Прошу Думаю, Что в интересах детей Что было принято решение Нам было Очень хорошо Вместе Мы были счастливы Детям сейчас плохо Очень плохо Я бы так сказала Поэтому Надеюсь На верное решение Мы тоже надеемся На то, Что будет верное решение У нас будет Пресс-конференция 3 ноября Как предварительно Намечено И мы поднимем Этот вопрос Конечно Мы попросим вас Дорогие телезрители Чтобы вы Поактивнее Поддержали семью Спасибо за поддержку Я снова хочу сообщить Радостную весть Вот у нас было Расследование По Ульяновску По убийству матери И надругательством Над малолетней дочкой Сейчас Сейчас Возбудили Уголовное дело По педофилии Отменили Все решения Там бабушка И ребенок Остались Мать убита Вашей поддержке Дорогие телезрители Они помогли Во многом Тоже И поэтому Просим поддержать Семью Камбаровых Постараться Поскорее Вернуть Детей В семью На этом Мы заканчиваем Свою передачу Правосудие По закону Мы сегодня Вели передачу С московского Городского суда С вами На телеканале Право ТВ Был Сулейман Шибзухов Мои гости Марина Владимировна Мария Юрьевна И Руслан Трофимов Представитель По доверенности Мы будем рады Вас Видеть у нас Мы будем рады Вашим комментариям До свидания До новых встреч